Подведение итогов деятельности по делам ГОИЧС началось с доклада руководителя гражданской обороны города главы Губкинского Сергея Бурдыгина. Он отметил, что основные задачи в области гражданской обороны выполнены. Основная деятельность была направлена на профилактику и предупреждение прогнозируемых чрезвычайных ситуаций, которые мы не допустили, в том числе на выполнение противопаводковых мероприятий, защиты территории муниципального образования от угроз распространения лесных пожаров в пожароопасный период. Мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей на водных объектах в летний период, а также в условиях весенней распутицы и осеннего ледостава. В ушедшем году чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Губкинского не зарегистрировано, хотя в марте и декабре 2016 прогнозировались риски возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах ЖКХ. В связи с этим устанавливались режимы повышенной готовности. На территории округа в прошлом году зарегистрировано пять чрезвычайных ситуаций. Из них три техногенных, одна биолого-социальная и одна регионального характера. Это природные пожары. Что касается техногенных пожаров в жилом секторе и на производственных объектах, в прошедшем году произошло 23 пожара. Погибших нет. Травмировано 8 человек. Сумма ущерба причиненного пожара составила 697 тысяч рублей. Причинами пожаров, по словам Вячеслава Жданова, чаще всего являются нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования, транспортных средств, поджоги. Чтобы предотвратить гибель людей на пожарах, в течение 2016-го была проведена большая профилактическая работа. Распространялись листовки, проводились встречи в общеобразовательных коллективах города, обследовались места проживания многодетных и малоимущих семей. Ликвидировать проблему намного сложнее, затратнее. Лучше ее предвидеть, затратив меньшие силы, меньшие финансовые средства, чем потом ее уже устранять. Также на заседании рассказали о работе, проведенной для предотвращения несчастных случаев на водных объектах, при дорожно-транспортных происшествиях и по предупреждению чрезвычайных ситуаций. В уходящем году звено сработало у нас хорошо, благодаря, в первую очередь, профилактической работе, благодаря работе по обучению населения, благодаря работе по обучению детей. У нас не допущено никаких чрезвычайных ситуаций, у нас не допущено никаких катастроф, ни при лесных пожарах. Еще раз говорю, благодаря тому, что были проведены предотвращающие меры, было все предусмотрено. За качественно проведенную профилактическую работу Сергей Бурдыгин выразил благодарность и отметил руководителей предприятий и организаций города. Наталья Рябинина, Алексей Магин, Новости Губкинского.